На улице есть определенные правила, отрегулированные нормами и права, и морали. Вообще в обществе. Интернет это какая-то новая площадка, часто анонимная. И там очень много выплескивается такого, что человек в себя как бы зажимает, если прямо сказать, а там выплескивает. Чем больше позволяет этим страстям кипеть, жестокость и еще чего-то, тем больше это привлекает внимание, тем легче и больше можно получить, вытащить из этих сетей. Это вот все взаимосвязано. Поэтому интернет это тоже одна из сфер нашей жизни. И, конечно, там должны быть такие же нравственные, моральные и правовые нормы, как и в любой сфере нашей жизни. Вместе с тем, все-таки интернет это средство общения. И совсем загнать это в прокрустого ложа, хватая и не пущая, как было лет 30 назад, и невозможно, технологически невозможно и неправильно. И, скорее всего, мы должны, конечно, идти по пути определенных ограничений, но действовать, конечно, нужно крайне аккуратно. Но взять целиком, как это в некоторых странах, кстати, делается, делается эффективно, все закрутить абсолютно, да, и разрешать только то, что разрешает государство, это явный перебор. Здесь нужен, конечно, баланс между абсолютной свободой и защитой наиболее чувствительных интересов самого общества. Но в целом, я считаю, что он в целом найден, этот баланс. И вот те ограничения, которые есть, они уже сформулированы, введены. Не думаю, что здесь нам нужно что-то и технологически, и в юридическом плане выстраивать так, чтобы свернуть к нулю всю деятельность интернета. Это не соответствует сегодняшнему дню, и это невозможно. Знаете, так же, как невозможно было, вот изобрели в Китае порох, но как его не закрывай, как ни секрет, всё равно он стал достоянием всего человечества. Здесь то же самое. Нужно просто, чтобы в сознании людей, пользователей интернета, провайдеров, устаканились и определенные правовые нормы, и морально-нравственные. Видимо, для этого нужно время. Так, 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 очень интересно. А вот ещё один. Не нравится мне этот гость. Сейчас мы его... Ах ты! Уже теперь 40 раз из онлайн вместе вышли. Да, надо бы разобраться. Это зависит от всех, кто в интернете сидит, кто пользуется интернетом. От понимания того, что от этого зависит будущее нашей страны в значительной степени. Потому что ведь сегодняшнее и будущее поколения, воспитанные на интернете, всё-таки немножко отличаются от тех, кто просто на книжках Тургенева воспитывался. Это чрезвычайно важная вещь. Но что-то не надо, погода изменится завтра. И неужели писать про любовь настолько сложно? Стревожено думал, Лёша, полулёжа. И от этого в известной степени зависит и будущее, будущее России. Поэтому, но просто свернуть это технологически, юридически, всё запретить, абсолютно неправильно. Это самый простой и вредный путь. Это всё равно, что знаете, запретить статью, книжку. Ну и что? Это невозможно. Если она, по вашему мнению, является плохой, вредной, нужно талантливо, грамотно, своевременно ответить. С тем, чтобы потребители одной и другой информации могли сравнить и сказать, да, пожалуй, вот этот парень-то поумнее будет. А вот первое мнение, оно совершенно никуда не годится. Вредное, и нужно выбросить его на сволку истории. Ну, это так в общих чертах. Но подход в целом должен быть вот такой. Он должен быть, это должны быть такие фундаментальные подходы, а не сиюминутное желание задушить, схватить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok